В Ульяновске со стороны проспекта Нариманово продолжают работать над новой входной группой в парк. От бетонной плиты с надписью «Парк Победы», в которую врезается входная арка из картеновской стали в виде ржавого металла, символизирующего своим цветом весь ужас, кровь и боль прошедшей войны, расходятся линии жизни. Белая брусчатка сменяет чёрную и серую. Напомним, первоначальный вариант предполагал сооружение входа в парк в виде триумфальной арки. Но на градсовете проект не был одобрен архитекторами. Вариант новой входной группы в парк Победы со стороны улицы Юности мы рассматривали с архитекторами ещё год назад. И приняли единогласное решение, что так делать нельзя. Потому что совершенно неправильно новую триумфальную арку Победы вписывать в этот существующий контекст. Я говорю, конечно, в первую очередь о торговых объектах, которые, я думаю, каждый ульяновец прекрасно представляет, как они выглядят. В сжатые сроки архитекторы переработали эскизы новой входной группы в парк. Архбюро «Простор» предложило три варианта на рассмотрение комиссии по благоустройству, которая работает в составе градсовета. В результате остановились на проекте линии жизни. Парк Победы является знаковым местом для всех ульяновцев. Благодаря программе формирования комфортной городской среды в национальном проекте «Жильё и городская среда» в 2022 году мы начали его благоустраивать. В 2023 году мы благоустройство продолжаем. Благодаря голосованию жителям весной 2022 года они выбрали концепцию входной группы «Линии жизни», которую в этом году мы воплощаем. Суть проекта просто и доступна, объяснил директор генподрядной организации Булат Иблямов. Плитка выложена определённым рисунком. Ну, по-моему, уже говорили до меня здесь, но если я повторюсь, линии олицетворяют собой линии жизни. Где-то они у нас, где у нас подная группа прерываются, то есть это чьи-то линии жизни, которые прервались во время войны. А потом этот вход, арка, который ведёт в основную часть парка, ну, такую, скажем так, развлекательную, это плоды победы. То, что вот сейчас наши дети могут играть, кататься на качелях, каруселях. Действительно, пройдя через арку, как через портал, человек попадает в новую мирную жизнь, где тянутся к небу высокие стройные стволы деревьев, отдыхают взрослые и веселятся дети. В концепции благоустройства предусматривается устройство покрытия из брусчатки, устройство систем освещения, устройство малых архитектурных форм, это лавки и урны. Также площадь будет зонирована, будут устроены островки зелени, которые будут представлять из себя небольшие клумбы, на которые будет высажен газон, а также мелкий кустарник. В настоящее время стройзаказчик выступает не только в качестве заказчика, но и выполняет строительный контроль над качеством выполнения работ. До конца сентября мы планируем завершить, с таким запасом, хотим пораньше немножко успеть. Работы идут полным ходом, у нас недостаток в людях, в технике, в материалах нет. Сейчас идёт параллельно, все работы идут, то есть это укладка тротуарной плитки, работают также электрики, проводится освещение, обустройство зелёных зон, клумб. Не останется в стороне площадь танкистов вместе с возвышающимся на постаменте танком, памятником героям-танкистам, ульяновцам, погибшим в боях за родину. Линии жизни тянутся вдоль трамвайной линии к площади танкистов, как бы объединяя две мемориальные зоны. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ